МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации и телерадо-компании Гомель у студии Натальи Игнатенко. Глядите в этом выпуске. Народились разом с Новым годом. 18 детей заявились на свет в регионе в первый день 2019-го. В эпицентре зимовых забав и детячего счастья. В Гомере батьки самостоянно залили каток у дворы. Студень заявит про свои правы. До калядных святов прийдуть морозы. А зараза в этом иншим больше подробязна. Минимальная заработная плата, базовая величиня, ставки одинага податку для индивидуальных предпринимательников. Гэтая и иншая величиня изменилась в Беларуси с первого студеня. Новые личбы в материале Дмитрия Котова. С первого студеня на рубель вырос помер базовой величины. И он изменяется один раз на год. И летость складаў 24,5 рубли. Зараз – 25,5. От гэтага параметра нагадаем залежать померы, не которых допомог, стыпенды и податкаў, сборов и штрафаў. У тымлику допомог по беспрацовўе. Месячная минимальная заработная плата с нового года повеличилася с 305 до 330 рублёв. Дарэшы коллектыным догавора можа быць установлены іншы памер, але не нижэйшы за установленыў радам. Так само с початку года адбывся чарговый этап повышэння пенсийнага узросту. У мушын ён зараз складаў 61,5 год. У жанчын – 56,5. Наступны азмяняння ў сферы аплаты паслуг жилёва коммунальны гаспадаркі. Гармадзяні, які нидзе не працуюць і маюць во власнасті жилё, альбо зды маюць арэнднае, с першага студеня павіны платіць па экономична обгрунтованных тарыфак за падагрэв воды, а с першага кастрышніка – і за теплозабиспершэння жилых памешканў. Яшы адно нововведення тышыцца індивідуальных прадпрымальнікаў. З новага года для іх будуть па новаму разлишваць адзіны падатак. Гэтую норму затвердзіў абновлены падатковы кодэкс. Дакумент замацаваў агульны ставкі адзіна га падатку. Яны адрозніваюцца толькі ў залежнасті ад рэгіона. Раней мяссовая улада вызнашала конкретную величыню ставкі падатку ў залежнасті ад установлены га кодэкса максимуму і минимуму. У асобных рэгіонах адзіны падатак перавышаў нават столичны значэнні. Зараз на міцах павялішваць гэты збор забароніна. Зато ё можна памяншаць максимум ў двая. Марына Джалая, Дзмітрий Котаў, тылі радыокампанія Гоміль. 18 немаўлят нарадзіліся ў Гомільскай в області ў першыя суткі 2019 года. Большасць хлопчыкі. Их зявілася на свят 13, дзявчынак 5. Наш корэспондент Марына Джалая пабывала ў абласным клинічным радзільным доме і пагутарыла жанчынамі, які стали мамамі ў новагоднію ночь. Бадай кожны з нас верыць указку, яку ў прынясі новагоднія ночь. Але самы напэвно неверагодны цуд, які можа здарыцца пасля бою курантав гэта нараджэння. Дзятці, сёня ў нас ёсць ўнікальная махшымасць пазнаёміцца з немаўлятами, які зявіліся на свят ў першыя гадзіны пасля наступлэня новага 2019 года. Ганна – мати першыя дзятя, яку ўбачила свят ў гэтым радзільным доме ў новагоднію ночь. Хлопчик нарадзіўся прас 50 хвілін пасля наступлэня новага года. Дзятя – першыя ў сямі Марковых. Мати кажа, што самая складанная, коли сэн плача, распознать прычыну гэтага. Тіто нешто боліць, тіто голодны. Матуліна серце трапятливо адгукаецца на кожну уз хліп маленького. Младая мама навад не уявляла, што будзе такой шасливай. А вось гэтая слёзы радзі першыя не стырмалася пачас інтервью. Далэшы хлопчик ўжо мая прыгожая і вельмі рэдкая зараз імя. Май придумали, што нашого ребёнка будзо завут Пётр. І как раз получилось, што нас дедушка Пётр. І совпало так, што вот такой прекрасный новагодній падарэк мы зделали своему дедушкі. У сусідній палаті яше двоя немаўлят, які свой дзень нараджэння будзоць святкаваць першого студеня. У Ірины Галафеєва гэта пятае дзіця. Дома маму чакаюць троя сынов і дачка. А Ірина Корняйчук ў першый дзень новагагода стала маці ў трэці раз, прышым старэйшым дзетім ўжо 18 і 11 гадоў. Ірина кажа, што яны вельмі чакалі нараджэння братика і зараз абяцаюць ва ўсім допамагаць. Прышым сынок Ірины Корняйчук не толькі на новагоднія свята нарадзіўся, але і зарабів падарунок мати до юбилею. Ірині – сорок. Дарэчы нараджать ва ўзросте от 30 до 40 ў нашай в області стали нашмат частей. Стали рожать больше детей в возрасте от 30 до 42 лет. Це первородящі жінчини, у котрох уже состоялась карьера. І, конечно, контингент білье сложний. Більше і заболеваний, жінчини білье требовательні, вони білье готовяться тщательно к родам. І, конечно, більше страхів у них, більше каких-то волнений. Ну, це приятно, що люди подходят ответственно к своєму рожденню своїх дітей. У нас увеличилось калічіство партморскіх родов. Усяго, перші суткі нового года, в областным родильным домі народілося шысь дітей. П'ять хлопчиків і одна дзавчинка. Це більш, чим год тому. Все роды, к счастью, прошли очень легко, хорошо. Естественно, только було одно кесарево сечення. Все дітки, все мамы чувствують себя прекрасно. Нікаких особеностей не було. За 2018 год тут з'явілася на світ свыше двіх тысяч дітей. Самым багатым на двойні, наприклад, був Снежень. Це гэтый місяць з'явілися на світ шатырі пари блізнят. А самай старайші маті, яка народіла своє перше дітя, було 46 годів. Того чакайна шася прийшло тады, калі жанчына звыклася з думкай, що ніколі не зможе народіць. І взяла на виховання покінутых малышів з дітячого дома. Пасля некалькіх годин, проведіных у родильным домі, наша здымочная бригада упевнялася яшчий раз. Цуды, яны, існують. Толькі треба у їх моцна верить. Марина Джалая, Васіль Асіпцов, Телерадоя, компанія «Гоміль». Скарбонку добрых справ республіканського проекта «Наші діти» пополняє акція «Цуды на каляды». На гэтый раз у центру уваги оказаліся вихованці гомільського дітячого дома. У гості до їх приїхалі намеснік старшыні Постоянній комісії Совета Республіки по аддукації, навуці, культурі і соціальному розвиті Андрій Белякоў і старшыня гомільської хорадської організації БРСМ Миколай Святагор. Яны повіншували дітей со святами і уручили великую коробку з солодкими подарунками. «Очень хочеться, щоб у цих дітішек все їх желання исполнили. Саме главное, щоб вони, повзрослев, стали настоячими гражданами своей страны, щоб вони чувствували заботу, почаще улыбались». Свято продовжили Дед Мороз со Снягуркой. Галунные герої Нового Года привезли усім дітям паштоки с пожаданнями і виншаваннями. Кульминацією свято стало театрализованне представлення адактивиста УБРСМ. Студенты Белдута первого особіліся у героя указки «Щаукунчик» і подарили усім добрый святочный настрой. 30-го соковіка у регіоні визначать у ладальніка у титула «Містер» і «Міс Гомельская в область-2019». Кастинги розпочнуться уже на гэтым тыдні. Перший пройді 5-го студеня у Петриковським районным Доме культуры. 12-го і 19-го надбурочные туры запрашаюць у Жлобіны Брагін, а 20-го претендентів чекаюць у Гомелі. У центры моды і прыгажості «Хрустальная нимфа». Новый поширенный формат об'ядновує одразу две знаковые падеї. Конкурс прыгажості і граці «Міс Гомельская в область» і конкурс стиля і мужнаці «Містер Гомельская в область». До делу запрашаюця жихары регіона ва узросте от 18 до 30 годів. Аднак і крыху старейші претенденты, які відчуваюць упевненість у своїх силах, можуть так само стаць будучими конкурсантами. Сюродосновних критерію харизматичнасть, творча здольнасті і умення презентаваць сябе на сцене. По а выніках отбору, експерты выберуть по 12 дельнікаў для кожного конкурсу. У Гомеле у мікрорайоні «Шведская горка» батькі самостойно залили каток у 375 квадратных метров. Лядовая арена разместілася на місце летній спортивной пляцовки. Хлопчыкі і дзявчынкі з усёй округі тут катаюцца на коньках і гуляюць у хакей. Наші корреспонденты поназіралі заходам лядовых баталій і познайоміліся з їх героями. Краги для того, щоб руки не переламать. Хочак. Вот у мене здесь краги толсті, і я не можу двігнути цим пальцем. Що, я на уліцу мала. 15 хвілін, каб по хакейному правильна теплая лёгкая прануцца приладзіть обороную амуніцію, узять клюшку, коньки і вийзти у двор на власную лядовую арену. Радионы його сябры у дворы обгэтым і марець не могли. Тепер на зімовых канікулах хлопці рыжуть лёд целый день, таймау – тільки на обід і вечеру. У вечері до спортивних лядових баталій підключаються батьки, ладять сімейні хокейні матші. Лідером хокейного дворова «Гаруху» у мікрорайоні «Шведська горка» нішакана для сябе став Антон Пискунов. Год тому він сам навучив пятигадового сіна Радиона упевнено кататься на коньках. Смотрел видео в інтернете і ставив його по цим видео на коньки. Де-то даже сам чому-то учився. Возможність прийти покататься є, а можнасть прийти поіграти з клюшками – там нету такой возможности. А хочеться, щоб ребенок вышел, там поиграл, побросав шайбу, ну, щоб це була игра. Потому що кататься він-то научился, он молодец там, да. Но він приходит, например, 45 минут откатался, і все, у нього інтерес пропал. А поіграти – це ж совсем другое. Да не просто погулять, а так, аб змагаться на людзі со своїми сябрами прямо каля дома. Некалькі місяців тому Антон пропонував батькам хлопців з їх двора залить лядовую арену. Батька Радиона, махчима будучи хокейний зоркий, тоді не ведав, за що береться. Каже, навіть не чекаво себе, що задуманне у васобице, у реальність. І харена стане прикладом для усіх, хто хоче заробіць нешто корисне. Дозволу от коммунальних службів на лядовое поле не спотребілося. Уже у Антону подказали, аб залить каток досить жадання любого ж хора дома, заключить договор з Гомельводоканалом і оплатить таку послугу. До этого катка я не любитель был ходить, куда-то, знаете, что-то там спрашивать, а как, а где разрешення взять. Тем более я не знал, куда идти. Все офіціально пошли, согласовали. Погода была слабая, приходилось там чуть-чуть залил, два часа погулял, опять залил. Два часа погулял, опять чуть-чуть подлил. Месы у великим дворам, помеж новобудовлями хапая пляцовка, а малю 400 квадратов, хлопцы і дзявчаты яще улетку облюбували под баскетбол. Уснежний грунт на гэтым месы выровняли, заробили опалубку, выслали подкладку. Рецепт лядовой арены с 5-сантиметровым пластом леду, 20 тысяч литров воды, 4 пары батьковских рук и 5 дзен працы. Тепер погулять у хоккей, просто покататься на коньках, сюди приходят дети з усею округи. Мы наблюдали, как ребята каждый вечер до ночи сидели, и почти до утра, до трех, до четырех утра тягали шланг и заливали здесь каток. По очереди папы. Каждый вечер они его здесь чистят и каждый вечер заливают. Как он, видно, начинает подтаиваться, они его подливают. Звук наузалядовыми баталиями старейших назирают и молодшие браты и сестры. Женка Антона Пескунова, Катярына, упевнена. Молодший Елисей так само про пару годов еще позмагается за звание шампиона двора. У нас было открытие катка. Все помогали, все вместе организовывали. Родители были тут сказочными персонажами. Дети на палочках, на шампурах, жарили сосиски. Все вместе, все разнакомились. Теперь у батьков одно жадание, как бы их подчинание развивалось и находило больше активную поддержку у жихоров микрорайона. Например, да помогли купить борты для арены и попрацовать на очистый лед. Антон планует вернуться в водоканал за дозволом вывести особную трубу водопровода в подвале, как бы сручней было заливать пляцовку. До рыжей семьи Пескуновых уже пришла платежка за воду, залитую на каток. Яные платили без малого 27 рублей. Але кажуть, что это минимальный кошт за неоценную махчимость накеровать бурную дитячую энергию употребным на керунку. Наталья Капрыленко, Александр Харлампов, телерадио-компания «Гомель». Прагуляться по аллеях Гомельского парка запрашает фото-журналист Сергей Холодилин. У музея Палацево-паркового ансамбля працует его персональная выстава. Тут можно увидеть зафиксированные в здымках моменты жизни головной визитной картки областного центра «Гомельского парка». Зимовый, весенний, летний и восенский – он по устоянию, звичайно, прихожим в любой час. У каждой фото-здымке прикмечена его уникальность. Территория «Гомельского парка» складает около 18 гектаров. Тут растет свыше трех тысяч древ больше, как 80 видов. У их лику 160-годовые листовницы и 200-годовые дубы. Новый год у регионе почался со снегопаду. Снег будет исти и далее каждый день до калядных святов. Зима поступово одновит свой уплыв. Слубки термометров начнут опускаться уже с завтрашнего дня. У четвертого третьего студента на протягу суток чекается каля 2 градусов мороза. В ночь на пятницу похолодает до минус 11. В день будет каля 5 ниже за нуль. Прыкладно такая же температура прогнозуется на суботу и неделю. А вот каляды чекаются по саправдному морознаме. В день термометры покажут до минус 10, до вечера опустятся до 17 градусов. Ночный минимум 19 ниже за нуль. Это и атак самая иншая новинная вы можете найти на нашем сайте у интернете по адресе www.twergomil.by. На этом выпуск завершенный. Дякую за увагу и до новых встреч у эфиры. Де-факто на Беларусь 4 в студии Александра Гамоля. Здравствуйте. В местах народных гуляний с 31 декабря на 1 января не зафиксировано ни одного правонарушения. Об этом сообщили в управлении внутренних дел Гомельского облсполкома. На праздничных площадках милиция работала в усиленном варианте несения службы и обеспечила надежную охрану правопорядка. Подвыпивших сотрудники либо не пускали, либо выводили из толпы. Были предельно вежливы и бдительны на дежурстве. В итоге ни хулиганств, ни краж, ни других противоправных поступков. Гуляния на всех охраняемых объектах прошли спокойно. Обращения в экстренные службы стали поступать в первые минуты нового года. Тогда по всей стране люди запускали фейерверки. В Гомельской области пострадали 4 человека. Все они применяли пиротехнику, как правило, вне мест массовых мероприятий. В основном люди получили травмы из-за петард, которые взорвались в руках. Женщина из Речицы травмировала глаза. Как и другие пострадавшие, она находилась в состоянии алкогольного опьянения. Всего за новогодние праздники прошло 72 массовых мероприятий, в которых приняли участие порядка 44 тысяч человек. Только на территории города Гомеля таких людей было 25 тысяч. В первый день нового года на дорогах области не случилось ни одного крупного происшествия. Зато накануне, 31 декабря, цифры зашкалили. В Мозере водитель на Мерседесе за несколько часов до полуночи сбил пешехода. Мужчина переходил дорогу в стороне от пешеходного перехода и не был обозначен фликером. От удара пострадавший скончался на месте. А в Гомеле водитель Форда прямиком поехал на дом и врезался в стену. ДТП случилось после полудня на улице Севастопольской. Машиной управлял 22-летний парень, который при повороте направо не справился с управлением. В Речице нарушение правил повлекло за собой госпитализацию двух пассажирок автомобиля ВАЗ. Женщины получили травмы в результате аварии, которая произошла на перекрестке. Автомобилю, в котором они ехали, не уступил дорогу Ситроен С5. В итоге машина с Жигули получила повреждения, а пострадавшие оказались в больнице. Есть потерпевшие и в ДТП под Калинковичами, где столкнулись две легковушки. За прошедшие выходные дни сотрудниками госавтоинспекции было выявлено более 1400 нарушений правил дорожного движения. Из них около 400 водителей были привлечены за управление транспортом, в отношении которого не выдан допуск на управление в дорожном движении. 41 водитель управлял автомобилем, состояния алкогольного опьянения. Также более 266 пешеходов были привлечены к административной ответственности. Относительно спокойно прошло дежурство для сотрудников МЧС. Однако в первые минуты Нового года они выезжали на пожар в Добружском районе, который был быстро потушен. Следующие вызовы поступили после полудня. Возгорания зарегистрированы в Хойниках и в деревне Сутково Хойникского района. На пожаре в райцентре спасатели сумели помочь пенсионеру, хозяину квартиры одноэтажного жилого дома. Они нашли мужчину на крыльце в тяжелом состоянии и передали медикам. После чего потушили пожар в его доме. В результате пожара в квартире повреждено имущество, потолочное перекрытие и кровля на площади 2 квадратных метра. Соседние квартиры не пострадали. Причина пожара устанавливается. Одна из рассматриваемых версий – нарушение правил эксплуатации печи, теплогенерирующих агрегатов и устройств. А в деревне Сутково полыхал частный деревянный дом. 35-летний хозяин находился у соседей. Он выбрался из огня самостоятельно, но получил ожоги и травму. Огонь уничтожил кровлю дома и часть имущества. Вероятной причиной пожара могло стать нарушение правил пользования печью или отопительными приборами. На сегодня все. Оставайтесь на «Беларусь-4». На телеканале «Беларусь-4 Гомель» новости спорта. В студии Максим Савин. Здравствуйте. Определились участники 1-8 финала розыгрыша Кубка Беларуси по мини-футболу. Борьбу за трофеи прекратил только один представитель сильнейшего дивизиона чемпионата страны. Автором небольшой сенсации стала команда «Сириус». Речицкая дружина преградила путь Светлогорскому ЦКК 6-5. В Речице гостил еще один представитель элиты Гомельский ВРЗ. Соперником вагоностроителей в 1-16 финала был местный апгрейд. Подопечник Анатолия Яновского без проблем оформили выход в следующий раунд 6-3. Нелегко далась путевка в 1-8 финала Гомельской БЧ. Норогачевская дружина Гомель-Малако на своем поле дала бой представителю вышки. Железнодорожники праздновали победу с преимуществом всего в один мяч 6-5. Таким образом, в числе 16 лучших команд турнира три представителя Гомельской области. За выход в четвертьфинал ВРЗ поспорит с Борисовым 900. Играют вагоностроители на выезде. БЧ на домашнем паркете встретится с Ощучином. «Сириус» отправится в Лиду. Соперник речицкого коллектива Лид Сильмаш. Поединки 1-8 финала пройдут не позднее 9 января. С 15 по 17 января в Гомель состоится республиканская спартакиада детско-юношеских спортивных школ по легкой атлетике. Состязаться будут спортсмены 2004-2005 годов рождения. Гомельскую область на турнире будут представлять победители и призеры областной спартакиады. По итогам двух соревновательных дней лучший результат в общем зачете показали воспитанники Гомельского областного центра Олимпийского резерва по легкой атлетике. На второй строке команда Гомельской из Дюшор профсоюзов СОЖ. Тройку сильнейших замкнули спортсмены Светлогорской из Дюшор номер 3. В Гомеле прошел чемпионат области по греко-римской борьбе. Общий зачет турнира выиграли хозяева – борцы с Гомеля. На второй строке команда Мозыря. Также в число призеров попали жлобинские атлеты. Они на третьей строке итогового протокола. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь4. Субтитры подогнал «Симон»